Гиде Мабасан Становится символическим отражением духовного обничания героя и общества Гиде Мабасан Милый друг Часть первая Глава первая Жорж Дюруа получил у кассирша ресторана сдачу с пяти франков И направился к выходу Статный от природы и к тому же сохранивший унтер-офицерскую выправку Он приосанился и привычным молодцеватцем жестом, закрутив усы Охватил запоздавших посетителей тем зорким взглядом, каким красавец мужчины, точно ястреб, высматривая добычу Женщины подняли на него глаза Это были три молоденькие работницы, учительницы музыки, средних лет небрежно причесанной, неряшливо одетой В запаленной шляпке, в криво сидевшем на ней платье И две мещанки с пушьями, завсегдатой этой дешевой харчевни Он постоял с минуту на тротуаре, размышляя о том, как быть дальше Сегодня 28 июня До первого числа у него остается всего-навсего три франка сорок сантимов Это значит два обеда, но никаких завтраков Или два завтрака, но никаких обедов Так как завтрак стоит франк 10 сантимов, а обед полтора франка То отказавшись от обедов, он выгодает франк 20 сантимов Стало быть, рассчитал он, можно будет еще два раза поужинать хлебом с колбасой И выпить две кружки пива на бульваре А это его самый большой расход и самое большое удовольствие Которое он позволяет себе по вечерам Он двинулся по улице Нотр-Дам-де-Лорет Шагал он так же, как и в те времена, когда на нем был гусарский мундир Выпитив грудь и слегка расставляя ноги, будто только что слез с коня Он бесцеремонно протискивался в толпе, заполнившей улицу Задевал прохожих причем, толкался, никому не уступал дорогу Сдвинув поношенный цилиндр чуть-чуть на бок и постукивая каблуками Он шел с высокомерным видом бравого солдата, очутившегося среди штатских Который презирает решительно все, и людей, и дома, и весь город Даже в этом дешевом, купленном за 60 франков в костюме Ему удалось сохранять и светскую элегантность Пошловатую, бьющую в глаза, но все же элегантность Высокий рост, хорошая фигура, бьющиеся русы с рыжеватым отливом волосы Расчесанный на прямой пробор Закрученные усы, словно пенившиеся на губе Светло-голубые глаза с бурапчиками зрачков Все в нем напоминало соблазнитель из бульварного романа Был один из тех летних вечеров, когда в Париже не хватает воздуха Город, жаркий, как парильник, казалось, задыхался и стекал потом Гранитные пасти сточных труб распространяли злобоние Из подвальных этажей, из низких кухонных окон Нес отвратительный запах помоев и покисшего соуса Швейцары, сняв пиджаки, верхом на соломенных стульях Покуривали у ворот Мимо них, со шляпами в руках, еле передвигая ноги Брели прохожие Дойдя до бульвара, Жордж Юра снова остановился в нерешительности Его тянуло на Елисейские поля в Булонский лес Подышать среди деревьев свежим воздухом Но он испытывал и другое желание Желание встречи с женщиной Как она произойдет? Этого он не знал, но он ждал ее вот уже три месяца Каждый день, каждый вечер Впрочем, благодаря счастливой наружности и галантному обхождению Ему то там, то здесь случалось урвать немножко любви Но он надеялся на нечто большее и лучшее В карманах у него было пусто, а кровь между тем играла И он распалялся от каждого прикосновения уличных женщин Шептавших на углах Пойдем со мной, красавчик Но не смел за ними идти, так как заплатить ему было нечем Притом он все ждал чего-то иного Иных, менее доступных поцелуев И все же он любил посещать места, где кишат девицы легкого поведения Их балы, рестораны, улицы Любил толкаться среди них, заговаривать с ними, обращаться к ним на ты Дышать резким запахом их духов, ощущать их близость Как-никак это тоже женщины и женщины, созданные для любви Он отнюдь не питал к ним отвращения, свойственного семьянину Он пошел по направлению к церкви Мадлен И растворился в изнемогавшем от жары людском потоке Большие, захватившие часть тротуара, переполненные кафе Выставляли своих посетителей на показ Заливая их ослепительно ярким светом витрин Перед посетителями на четырехугольных и круглых столах Стояли бокалы с напитками Красными, желтыми, зелеными, коричневыми Всевозможных оттенков А в графинах сверкали огромные прозрачные цилиндрические куски льда Охлаждавшие прекрасную чистую воду Тюра замедлил шаг У него пересохло в горле Жгучая жажда Жажда, какую испытывают лишь в душный летний вечер Томила его И он вызывал в себе восхитительное ощущение Холодного пива, льющегося в гортань Но если выпить сегодня хоть бы две кружки То, прощаясь, кудный завтрашний ужин А он слишком хорошо знал часы голода Неиспешно связанные с концом месяца Потерплю до десяти А там выпью кружку в американском кафе Решил он А черт, как однако ж хочется пить Он смотрел на всех этих людей, сидевших за столиками И утолявших жажду На всех этих людей, которые могли пить сколько угодно Он проходил мимо кафе, окидывая посетителей Насмешливым и дерзким взглядом И определяя на глаз, по выражению лица, по одежде Сколько у каждого из них должно быть с собой денег И в нем поднималась злоба на этих расположившихся со всеми удобствами господ Порой у них в карманах найдешь и золотые, и серебряные, и медные монеты В среднем у каждого должно быть не меньше двух луидоров В любом кафе сто человек во всяком случае доберется Два луидора помножить на сто — это четыре тысячи франков Сволочь! — проворчал он, все так же изящно покачивая станом Попадись бывшему унтер-офицеру, кто-нибудь из них ночью в темном переулке Честное слово, он без зазрения совести свернул бы ему шею Как это он во время маневров проделывал с деревенскими курами Дюруа невольно пришли на память два года, которые он провел в Африке В захолустных крепостях на юге Алшира, где ему часто удавалось Обирать до нитки арабов Веселая и жестокая улыбка скользнула по его губам При воспоминании об одной проделке Трем арабам из племени Уль-Аталан она стоила жизни Зато он и его товарищи раздобыли двадцать кур Двух баранов, золота и при всем том целых полгода им было над чем смеяться Виновных не нашли, да их и не так уж усердно искали Ведь арабы все еще принято считать чем-то вроде законной добычи солдата В Париже не то Здесь уж не пограбишь свое удовольствие Саблей на боку и с револьвера в руке на свободе А вдали от гражданского правосудия Дюруа почувствовал, как все инстинкты унтер-офицера Развратившегося в покоренной стране разом заговорили в нем Право, это были счастливые годы Как жаль, что он не остался в пустыне Но он полагал, что здесь ему будет лучше А вышло, вышло черт знает что Точно желая убедиться, как сухо у него во рту Он слегка прищелкнув, провел языком по небу Долба скользила вокруг него, истомленная, вялая А он, задевая встречных плечом и насвистывая веселой песенки, думал все о том же Цкаты И ведь у каждого из этих болванов вводятся деньги Мужчины, которых он толкал, огрызались, женщины бросали ему вслед На хал Он прошел мимо воды Вилли и остановился против американского кафе Подумывая, не выпить ли ему пиво До того мучила его жажда Но прежде чем на это решиться Он взглянул на уличные часы с освещенным циферблатом Было четверть десятого Он знал себя Как только перед ним поставят кружку с пивом Он мигом осушит ее до дна А что он будет делать до одиннадцати? Пройдусь до церкви Мадлен Сказал он себе И не спеша двинулся обратно На углу площади оперы Он столкнулся с толстым молодым человеком, которого он где-то как будто видел Он пошел с ним, роясь в своих воспоминаниях и повторяя в полголоса Черт возьми, где же я встречался с этим субъектом? Тщетно напрягал он мысль Как вдруг память его сотворила чудо И этот же самый человек предстал перед ним менее толстым, более юным Одетый в гусарский мундир Да и ведь это Фористье! Скригнул Дюруа и догнав его хлопнул по плечу Тот обернулся, посмотрел на него и спросил Что вам угодно, сударь? Дюруа засмеялся Не узнаешь? Нет Жорж Дюруа из шестого гусарского Фористье протянуло ему обе руки А, дружище, как выживаешь? Превосходно, а ты? Я, брат, так себе Вообрази, грудь у меня стала точно из папье-маше И кашляю я шесть месяцев в году Все это последствия бронхита, которую я схватил четыре года назад в Бужевале И как только вернулся во Францию Вот оно что! А вид у тебя здоровый! Вольсте, взяв старого товарища под руку, заговорил о своей болезни О диагнозах и о советах врачей О том, как трудно ему, такому занятому, следовать их указаниям Ему предписано привезти Зиву на юге Но разве это возможно? Он женат, он журналист Он занимает прекрасное положение Я заведую отделом политики во французской жизни Помещаю в спасение Отчеты о заседаниях Сената И время от времени даю литературную хронику в планету Как видишь, я стал на ноги Дюра, с удивлением, смотрел на него Форестие сильно изменился Стал вполне зрелым человеком Походка, манера держаться, костюм, брюшко Все обличало в нем преуспевающего, самоуверенного господина Любящего плотно покушать А прежде это был худой, тонкий и стройный юноша Ветрогон, забияка, непоседа, горлан За три года Париж сделал из него совсем другого человека Степенного, тучного, сединой на висках Хотя ему было не более двадцати семи лет Ты куда направляешься? Спросил Форестие Никуда, ответил Дюра Просто гуляю перед сном Что ж, может, проводишь меня в редакцию французской жизни? Мне только просмотреть корректуру А потом мы где-нибудь выпьем по кружке пива Идет И с той непринужденностью, которая так легко дается бывшим одноклассникам и однополчанам Они пошли под руку Что поделываешь? Спросил Форестие Дюра пожал плечами По правде сказать, околеваю с голоду Когда кончился срок моей службы, я приехал сюда, чтобы сделать карьеру Вернее, мне просто захотелось пожить в Париже Ну вот уж полгода, как я служу в управлении Северной железной дороги И получаю всего-навсего полторы тысячи франков в год Сидеть густо, черт возьми Промечал Форестие Еще бы Но скажи на милость, как мне выбиться? Я одинок, никого не знаю Обратиться некому Дело не в желании, а в отсутствии возможностей Приятель, смерив его с ног до головы Оценивающим взглядом опытного человека Наставительно заговорил Видишь ли, дитя мое, здесь все зависит от опломба Человеку мало-мальски, сообразительному легче стать министром, чем стало начальником Надо уметь производить впечатление, а вовсе не просить Но не ущелье же, черт возьми, тебе не подвернулось ничего более подходящего Я обил все пороги, но без толку Возразил Дюра Впрочем, сейчас у меня есть кое-что на примете Мне предлагают место Берейтера в манеже Белерена Там я на худой конец заработаю три тысячи франков Не делай этой глупости, прервал его Форестер А даже если тебе позволят десять тысяч франков Ты сразу отрежешь себе все пути У себя в канцелярии ты, по крайней мере, не на виду Тебя никто не знает И при известной настойчивости со временем ты выберешься Оттуда и сделаешь карьеру Но Берейтер, а это конец Это все равно, что поступить метродотелем в ресторан, где обедает весь Париж Раз ты давал уроки верховой езды светским людям или их сыновьям То они уже не могут смотреть на тебя, как на ровню Он замолчал и, подумав несколько секунд, спросил У тебя есть диплом бакалавра? Нет, я дважды срезался Это тебе беда при том условии, если ты все-таки окончил среднее учебное заведение Когда при тебе говорят о Цицероне или о Тиберии Ты примерно представляешь себе, о ком идет речь? Да, примерно Ну и довольно больше о них никто ничего не знает Кроме десятка другого остолобов, которые, кстати сказать, умнее от этого не станут Сойти за человека, сведущего, совсем нетрудно, поверь Все дело в том, чтобы тебя не уличили в явном невежестве Надо лавировать, избегать сотрудительных положений, обходить препятствия И при помощи энциклопедического словаря сажать в калошу других Все люди круглые, невежные и глупые, как бревна Користье рассуждал с безлобной иронией человека, знающего жизнь и улыбался, глядя на встречных Но вдруг закашлялся, остановился и, когда приступ прошел, упавшим голосом проговорил Вот, привязался бронхит, а ведь лето в разгаре Нет уж, зимой я непременно поеду лечиться вентоном Какого черта? В самом деле здоровье дороже всего Они остановились на бульваре Пуассоннер Возле большой стеклянной двери, на внутренней стороне которой был наклеен развернутый номер газеты Какие-то трое стояли и читали ее Над дверью точного звания приковала к себе пскалята слепительная надпись, выведенная огромными огненными буквами, составленная из газовых рожков Французская жизнь В полосе яркого света, падавшего от этих пламенеющих слов, внезапно возникали фигуры прохожих, явственно различивые, четкие, как днем, и тотчас же снова тонули во мраке В користе толкнул дверь Сюда, сказал он Нюра вошел, поднялся по роскошной и грязной лестнице, которой хорошо было бидо с улицы И, пройдя через переднюю, где двое рассыльных поклонились его приятелю, очутились в пыльной и обшарпанной приемной Стены ее были обиты выцветшим желтовато-зеленым трипом, усеянным пятами, а кое-где, словно изъеденными мышами Присядь, сказал в полосе Я вернусь через пять минут И скрылся за одной из трех дверей, выходивших в приемную Странный, особенный, непередаваемый запах, запах редакции стоял здесь Нюра, скорее, изумленный, чем оробевший, не шевелился Время от времени какие-то люди пробегали мимо него из одной двери в другую, так быстро, что он не успевал разглядеть их С деловым видом сдавали совсем еще зеленые юнцы, держа в руке лист бумаги, колыхавшиеся на ветру, который они поднимали своей беготней Наборчики, у которых из-под халата запачканного типографской краской виднелись суконные брюки, точь-точь такие же, как у светских людей И чистый белый воротничок бережно несли кипы оттисков, свежонабранные еще серые гранки Порой входил щуплый человечек, одетый чересчур фронтовски, в сюртуке, чересчур узком, в талии, в брюках, с чересчур обтягивавших ногу В ботинках, с чересчур узким носком, какой-нибудь репортер, доставлявший вечернюю светскую хронику Приходили и другие люди, надутые, важные, все в одинаковых цилиндрах с плоскими полями Видимо, они считали, что один этот фасон шляпы, уши, отличает их от простых смертных Наконец, появился Форестие под руку с самодовольным и развязным господином средних лет в черном фраке и белом галстуке Очень смуглым, высоким, худым, с торчащими вверх кончиками усов «Всего наилучшего, уважаемый мэтр!» — сказал Форестие Господин пожал ему руку «До свидания, дорогой мой» — он сунул тросточку под мышку и, посвистом, стал спускаться по лестнице «Кто это?» — спросил Дюро «Жак Реваль, знаешь, этот известный филитонист и дуэлист» Он просматривал корректуру «Карен, Монтель и он лучшие парижские журналисты Самые остроумные и злободневные филитоны принадлежат им Реваль дает нам два филитона в неделю и получает 30 тысяч франков в год Они вышли Навстречу им, отдуваясь, поднимался по лестнице Небольшого роста человек грустый, лохматый и неопрятный Борисе низко поклонился ему «Норбер де Варен, поэт, автор указчик светил тоже в большой цене», — пояснил он «Ему платят 300 франков за рассказ, а в самом длинном его рассказе не будет и 200 строк Слушай, зайдем в неаполитанское кафе, я умираю от жажды» Как только они заняли места за столиком, Борисе крикнул «Две кружки пива!» И с залпом осушил свою Дюра, между тем, отхлебывал понемножку Наслаждаясь, смакуя, словно это был редкостный драгоценный напиток Его приятель молчал и, казалось, думал о чем-то Потом неожиданно спросил «Почему бы тебе не заняться журналистикой?» Дюра бросил на него недоумевающий взгляд «Но дело в том, что я никогда ничего не писал Ну так попробуй, начни, ты мог бы мне пригодиться Добывал бы для меня информацию, интервьюировал должностных лиц Сходил бы в присутственные места На первых парах будешь получать 250 франков, не считая разъездных Хочешь, я поговорю с издателем?» «Конечно, хочу» «Тогда вот что, приходи ко мне завтра обедать Соберется у меня человек пять-шесть, не больше Мой патрон господин Вольтер, супругой Жак Риваль и Норбер де Варен Которых ты только что видел И приятельницы моей жены Придешь?» Дюруа колебался, ведь красный, смущенный «Дело в том, что у меня нет подходящего костюма» Запинаясь, проговорил он «Валясь, я отпешил» «У тебя нет фрака?» «Семя раз, а без этого, брат, не обойдешься» «В Париже, к твоему сведению, лучше не иметь кровати, чем фрака» Он порылся в жилетном кармане, вынул кучку золотых и, взяв два луидора, положил их перед своим старым товарищем «Отдашь, когда сможешь», — сказал он дружеским, естественным тоном «Возьми костюм на прокат или дай задаток и купи в рассрочку, это уже дело твое, но только непременно приходи ко мне обедать Завтра в половине восьмого, улица Фонтен, семнадцать» Дюруа был тронут «Ты так любезен», — прячет деньги, пробормотал он «Большое тебе спасибо, можешь быть уверен, что я не забуду» «Довольно, довольно», — прервал Форесте «Давай еще покружнее, а?» «Как сон? Две кружки», — крикнул он Когда пиво было выпито, журналист предложил «Ну как, погуляем еще часок?» «Конечно, погуляем» И они пошли в сторону Мадлен «Чтобы нам такое придумать», — сказал Форесте «Уверяется, будто в Париже Фланер всегда найдет, чем себя занять, но это не так» «Иной раз вечером, и рад бы куда-нибудь пойти, да не знаешь куда» «В Булонском лесу приятно кататься женщины, а женщины не всегда под рукой» «Кафе Шантаны» способны расплечь моего аптекаря и его слугу, но не меня «Что же остается?» «Ничего» «В Париже надо бы устроить летний сад вроде парка Монсо, который был бы открыт всю ночь и где можно было бы выпить под деревья чего-нибудь прохладительного и послушать хорошую музыку» «Это должно быть не увеселительное место, а просто место для гуляния» «Пладу за вход я бы назначил высокую, чтобы привлечь красивых женщин» «Хочешь, гуляй по дорожкам, усыпанным песком, освещенными электрическими фонарями, а то сиди и слушай музыку, ездили или вблизи» «Нечто подобное было когда-то у Мюзара», но только с кабацким душком «Слишком много танцевальной музыки, мало простора, мало теней, мало древесной сени, необходим очень красивый, очень большой сад, это было бы чудесно» «Итак, куда бы ты хотел» У Мюзара Мюзар, 1793-1859 Французский музыкант, устроитель публичных балов и маскарадов Парижа в 30-40-х годах XIX века Дюроа не знал, что ответить, наконец он надумал «Мне еще ни разу не пришлось побывать в Фолибержер, я охотно пошел бы туда» «Что? Фолибержер?» — воскликнул его спойдук «Да мы там и сжаримся, как на сковородке» «Впрочем, как хочешь, это во всяком случае забавно» И они повернули обратно с тем, чтобы выйти на улицу Фобурман-Мартр Брисавший огнями фасад увеселительного заведения бросал снопы света на четыре прилегающие к нему улицы Вереница фиакров дожидалась разъезда Форесте направился прямо к входной двери, но Дюро остановил его «Мы забыли купить билеты» «Со мной не платят» — с важным видом проговорил Форесте Три контролера поклонились ему С тем из них, который стоял в середине, журналист поздоровался за руку «Есть хорошая ложа?» — спросил он «Конечно, есть, господин Форесте» Форесте взял протянутый ему билетик, толкнул обитую кожей дверь И приятели очутились в зале Тобачный дым тончайшей пеленой мглы застилал сцену и противоположную сторону зала Поднимаясь чуть заметными белесоватыми струйками, этот легкий туман, порожденный бесчисленным множеством папирос и сигар Постепенно сгущался в яху, образуя под куполом, вокруг люстры и над битком, набитым вторым ярусом, подобие неба, подернутого облаками В просторном коридоре, вливавшемся в полукруглый проход, что огибал ряды и ложи портера И где разряженные кокотки кешныряли в темной толпе мужчин Перед одной из трех стоек, за которыми восседали три накрашенные и потрепанные продавщицы любви и напитков Группа женщин подстерегала добычу В высоких зеркалах отражали спины продавщиц и лица входящих зрителей Варстье, расталкивая толпу, быстро продвигался вперед с видом человека, который имеет на это право Он подошел к Капельденерши Где семнадцатая ложа? Здесь, сударь И она заперла обоих в деревянном, открытом сверху и обитом красной материи ящике, внутри которого помещалось четыре красных стула, поставленных так близко один к другому, что между ними почти невозможно было пролезть Друзья уселись, справа и слева от них, изгибаясь под ковы, тянулся до самой сцены длинный ряд точно таких же клеток, где тоже сидели люди, которые были видны только до пояса На сцене трое молодых людей в трико, высокий, среднего роста и низенький, по очереди проделывали на трапеции акробатические номера Сперва быстрыми мелкими шажками, улыбаясь и посылая публике воздушный поцелуй, выходил вперед высокой В трико обрисовывались мускулы его рук и ног, чтобы не слишком заметен был его толстый живот, он выпячивал грудь Ровный пробор как раз посередине головы придавал ему сходство с парикмахером Голосозным прыжком он взлетал на трапецию и, повистов на руках, вертелся колесом А то вдруг, выпрямившись и вытянув руки, принимал горизонтальное положение и, держась за перекладину пальцами, в которых была теперь сосредоточена вся его сила, на несколько секунд застывал в воздухе Затем спрыгивал на пол, снова улыбался, кланялся рукоплескавшему портеру и, играя упругими икрами, отходил кулисам За ним второй, поменьше ростом, но зато более коренастый проделывал те же номера и, наконец, третий И все это при возраставшем одобрении публики Но Дюра отнюдь не был увлечен зрелищем Повернув голову, он не отрывал глаз от широкого прохода, где толпились мужчины и проститутки «Образи внимание на первые ряды портера», — сказал користья «Одни добродушные, глупые лица мещан, которые вместе с женами и детьми приходят сюда поглазить В ложах гуляки кое-кто из художников, несколько второсортных кокоток, а сзади нас самая забавная смесь, какую можно встретить в Париже Кто эти мужчины? Приглядись к ним Кого-кого тут только нет Люди всякого чина и звания Но преобладает мелюзгам Подслужащие, банковские, министерские, по торговой части Репортеры, сутенеры, офицеры в штатском, хлыщи во фраках Эти пообедали в кабачке Успели побывать в опере и прямо отсюда отправиться к итальянцам И целая тьма подозрительных личностей к итальянцам Имеется в виду итальянский театр оперы в Париже А женщины все одного пошиба Ужинают в американском кафе и сами Извещают своих постоянных клиентов, когда они свободны Красная цена им два луидора Но они подкарауливают иностранцев, чтобы содрать с них пять Таскаются они сюда уже лет шесть Их можно видеть здесь каждый вечер, круглый год, на тех же самых местах За исключением того времени, когда они находятся на излечении в Сен-Лазаре или в Лурсине Дюруа не слушал Одна из таких женщин, прислонившись к их ложе, уставилась на него Это была полная набеленная брюнетка с черными подведенными глазами Смотревшими из-под огромных нарисованных бровей Пышная ее грудь натягивала черный шелк платья Накрашенные губы, похожие на кровоточащую рану Придавали ей что-то звериное, жгучее, неестественное И вместе с тем возбуждавшее желание Кивком головы она подозвала проходившую мимо подругу Рыжеватую блондинку, такую же дебелую, как она И умышленно громко, чтобы ее услышали, в ложе сказала «Гляди-ка, правда красивый, милый? Если он захочет меня за десять луидоров, я не откажусь» Оресте повернулся лицом к Дюруа и, улыбаясь, холопдал его по колену «Ха, это она тебе! Ты пользуешься успехом, мой милый!» Поздравляю! Бывший унтер-офицер покраснел Пальцы его невольно потянулись к шалетному карману, в котором лежали две золотые монеты Занавес опустился Оркестр заиграл вальс «Не пройтись ли нам?» — предложил Дюруа «Как хочешь!» Не успели они выйти, как их подхватила волна гуляющих Их шали, толкали, давили, швыряли из стороны в сторону А перед глазами у них мелькал целый рой шляп Женщины ходили парами Скользя меж локтей, спин, грузей, они свободно двигались в толпе мужчин Видно было, что здесь для них раздоли, что они в своей стихии Что в этом потоке самцов они чувствуют себя, как рыбы в воде Дюруа в полном восторге плыл по течению, жадно втягивая в себя воздух Отравленный никотином, насыщенный испарениями человеческих тел Пропитанный духами продажных женщин Но Форесте потел, задыхался, кашлял «Пойдем в сад!» — сказал он Повернув налево, они увидели нечто вроде зимнего сада Освежаемого двумя большими олиповатыми фонтанами За цинковыми столиками, потисами и туями в катках Мужчины и женщины пили прохладительное «Еще погружки?» — предложил Форесте «С удовольствием!» Они сели и принялись рассматривать публику Время от времени к ним подходила какая-нибудь девица И, улыбаясь заученной улыбкой, спрашивала «Чем угостите, сударь?» Форесте отвечал стаканом воды из фонтана И, проворчав, савинья, она удалялась Но вот появилась полная брюнетка, та самая, которая стояла, прислонившись к их ложу Вызывающей глядя по сторонам, она шла под руку с полной блондинкой Это были бесспорно красивые женщины, как бы нарочно подобранные одна к другой При виде дюруа она улыбнулась так, словно они уже успели Скалятам сказать друг другу нечто интимное, понятное им одним Взяв стул, она приспокойно уселась против него Усадила блондинку и звонким голосом крикнула «Керсон, два гренадина!» «Однако ты не из робких!» — с удивлением заметил Форесте «Твой приятель скружил мне голову!» — сказала она «Честное слово, он душка!» «Боюсь, как бы мне из-за него не наделать глупостей!» Дюруа от смущения не нашелся, что сказать Он крутил свой пушистый ус и глупо ухмылялся «Герсон принес воду с сиропом!» Женщины выпили ее залпом и поднялись Брюнетка, приветливого кивнув дюруа, слегка ударила его веером по плечу «Спасибо, котик!» — сказала она «Жаль только, что из тебя слово не вытянешь» И, покачивая бедрами, они вышли к выходу Форесте засмеялся «Ха-ха-ха! Знаешь, что я тебе скажу, дорогой? Ведь ты и правда имеешь успех у женщин! Надо этим пользоваться! С этим можно далеко пойти!» После некоторого молчания он, как бы размышляя вслух Задумчиво проговорил «Женщина-то чаще всего и выводит нас в люди» Дюруа молча улыбался «Ты остаешься?» — спросил Форесте «А я ухожу с меня довольно» «Да, я немного побуду» «Еще рано» — пробормотал Дюруа Форесте встал «В таком случае прощай, до завтра» «Не забыл? Улица Фонтен, 17, в половине восьмого» «Хорошо, до завтра» «Благодарю» Они пожали друг другу руку и журналист ушел Как только он скрылся из виду Дюра почувствовал себя свободнее Еще раз с удовлетворением нащупу в кармане золотые монеты Он поднялся и стал пробираться в толпе Шаря по ней глазами Вскоре он увидел обеих женщин, блондинку и брюнетку С видом нищих гордячек, бродивших в толчье среди мужчин Он направился к ним, но подойдя в плоту и вдруг орабел «Ну что, развязался у тебя язык?» — спросила брюнетка «Канальство!» — пробормотал Дюруа Больше он ничего не мог выговорить Они стояли все трое на самой дороге И вокруг них уже образовался водоворот «Пойдем ко мне?» — неожиданно предложила брюнетка Трепеща от желания, он грубо ответил ей «Да, но у меня только один луидор» На лице женщины мелькнула равнодушная улыбка «Ничего», — сказала она И, завладев им, как своей собственностью, взяла его под руку Идя с нею, Дюра думал о том, что на остальные двадцать франков Он, конечно, достанет себе фрак для завтрашнего обеда Глава вторая «Где живет господин Форесте?» «Четвертый этаж налево» В любязном тоне швейцар слышалось уважение к жильцу Жорж Дюра стал подниматься по лестнице Он был слегка спущен, взволнован, чувствовал какую-то неловкость Фрак он надел первый раз в жизни, да и весь костюм В целом внушал ему опасения Он находил изъяны во всем Начиная с ботинок, не лакированных, хотя довольно изящных Дюра любил хорошую обувь И, кончая сорочкой, купленной утром в лувре за четыре с половиной франка Вместе с манишкой, слишком тонкой и оттого успевшей смяться Старые же его сорочки были до того изношены, что он не рискнул надеть даже самую крепкую Брюки, чересчур широкие, плохо обрисовывавшие ногу и собиравшиеся складками на икрах Имели тот потрепанный вид, какой сразу приобретает случайная, сшитая, не по фигуре вещь Только Фрак сидел недурно, он был ему почти в пору С замиранием сердца, в расстройстве чувств, больше всего на свете боясь показаться смешным Медленно поднимался он вверх по ступенькам, как вдруг прямо перед ним вырос элегантно одетый господин, смотревший на него в упор Они оказались так близко друг к другу, что Дюра отпрянул и замер на месте Это был он сам, его собственное отражение в трюмо, стоявшем на площадке второго этажа и создавшем иллюзию длинного коридора Он задрожал от восторга, в таком выгодном свете неожиданно представился он самому себе Дома он пользовался зеркальцем для бритья, в котором нельзя было увидеть себя во весь рост Кое-как удалось ему рассмотреть лишь отдельные детали своего импровизированного туалета И он преувеличивал его недостатки и приходил в отчаяние при мысли, что он смешон Но вот сейчас, нечаянно взглянув в трюмо, он даже не узнал себя Он принял себя за кого-то другого, за светского человека, одетого, как ему показалось, с первого взгляда, шикарно, безукористенно Подвергнув себя подобному осмотру, он нашел, что у него в самом деле вполне приличный вид Тогда он принялся точно актер, разучивающий роль репетировать перед зеркалом Он улыбался, протягивал руку, жестикулировал, старался изобразить на своем лице то удивление, то удовольствие, то одобрение И найти такие оттенки улыбки и взгляда, по которым дамы сразу признали бы в нем галантного кавалера И которые убедили бы их, что он очарован и влечен ими Внизу хлопнула дверь, испугавшись, что его могут застать врасплох И что кто-нибудь из гостей его друга видел, как он кривлялся перед зеркалом Дюра стал быстро подниматься по лестнице На площадке третьего этажа тоже стояло зеркало И Дюра замедлил шаг, чтобы осмотреть себя на ходу В самом деле, фигура у него стройная, походка тоже не оставляет желать лучшего И безграничная вера в себя мгновенно овладела его душой Разумеется, с такой внешностью, с присущим ему упорством в достижении цели, смелостью и независимым складом ума Он своего добьется Ему хотелось сбежать, перепрыгивая через ступеньки на верхнюю площадку лестицы Остановившись перед третьим зеркалом, он привычно в движении подкрузил усы, снял шляпу, пригладил волосы И, пробормотав то, что он всегда говорил, в таких случаях, здорово, придумано, нажал кнопку звонка Дверь отворилась почти тотчас же И при виде лакея в черном фраке и лакированных ботинках бритого, важного, в высшей степени представительного Дюра вновь ощутил смутное, непонятное ему самому, беспокойство Быть может, он невольно сравнил свой костюм с костюмом лакея Взяв у Дюра пальто, которое, тот, чтобы скрыть пятна, держал, перекинув на руку Лакей спросил, как прикажете доложить? Затем приподнял портьеру, отделявшую переднюю от гостиной, и отчетливо произнес его имя Дюра мгновенно утратил весь свой опломб, он оцепенел, он едва дышал от волнения Ему предстояло пережагнуть порог нового мира, того мира, о котором он мечтал, который манил его к себе издавна Наконец он вошел, посреди большой ярко освеченной комнаты, изобилием всевозможных растений, напоминавшей оранжерею Стояла молодая белокурая женщина Он остановился, как вкопанный Кто это улыбающаяся дама? Но тут он вспомнил, что Форестер женат, и мысль о том, что эта хорошенькая, изящная блондинка, жена его друга, привела его в полное замешательство Сударыня, я... Промормотал он Она протянула ему руку Я знаю, сударь Шарль рассказал мне о вашей вчерашней встрече Я очень рада, что ему пришла счастливая мысль пригласить вас пообедать сегодня с нами Он не нашелся, что ей ответить Как только он сел поглубже, откинулся и ощутил ласковое прикосновение спинки и ручек, бережно заключавших его в свои бархатные объятия Ему показалось, что он вступил в новую, чудесную жизнь, что он уже завладел чем-то необыкновенно приятным, что он уже представляет собой нечто, что он спасен И тогда он склянул на госпожу Форесте, не спускавшую с него глаз На ней было бледно-голубое кашемировое платье, четко обрисовывавшее ее тонкую талию и высокую грудь Голые руки и шея выступали из пены белых кружев, которыми был оттелан курсаж и короткие рукава Волосы, собранные в высокую прическу, чуть велись до затылки, образуя легкое светлое пушистое облачко Взгляд ее, чем-то напоминавший Дюроа взгляд женщины, встреченной им накануне Фолей-Буржер, действовал на него ободряюще У нее были серые глаза, серые с голубоватым оттенком, который придавал им особенное выражение Тонкий нос, полные губы и несколько пухлый подбородок Неправильное и вместе с тем очаровательное лицо, лукавое и прелестное Это было одно из тех женских лиц, каждая черта которого полна своеобразного обаяния и представляется значительной Малейшее изменение которого словно и говорит, и скрывает что-то Выдержав короткую паузу, она спросила Вы давно в Париже? Всего несколько месяцев, сударыня Постепенно владевая собой, заговорил он Я служу на железной дороге, но Форесте меня обнадежил Говорит, что с его помощью мне удастся стать журналистом Она улыбнулась, на этот раз более радушной и широкой улыбкой И понизив голос, сказала Я знаю Снова раздался звонок Лакей доложил Госпожа де Марсель Пошла маленькая сбухлая женщина из числа тех, о которой говорят Жгучая брюнетка Походка у нее была легкая Темное, очень простое платье Облегало и обрисовывало всю ее фигуру Невольно останавливала взгляд красная роза, приколотая к ее черным волосам Она одна оттеняла ее лицо, подчеркивала то, что в нем было оригинального Сообщала ему ушибость и яркость За ней шла девочка в коротком платье Госпожа Форесте бросилась к ним навстречу Здравствуй, Клотильда Здравствуй, Мэдлена Они поцеловались Девочка с самоуверенностью взрослой подставила для поцелуя лобик Здравствуйте, кузина Сказала она Поцеловав ее, госпожа Форесте начала знакомить гостей Господин Джордж Дюруат, старый товарищ Шарли Госпожа Де Моррель, моя подруга и дальняя родственница Снова раздался звонок, лакей доложил Госпожа Де Моррель И, обращаясь к Дюруат, добавила Знаете, у нас тут просто, без церемонии Вы ничего не имеете против? Молодой человек поклонился Деверь снова отворилась И вошел какой-то толстяк Весь круглый, призевистый Под руку с красивой и статой дамой Выше его ростом и значительно моложе Обращавшая на себя внимание Изысканностью манер И горделивой осанкой Это были господин Вольтер Депутат, финансист, богач и делец Еврей-южанин, истатель французской жизни И его жена Урожденная Базиль Равало Дочь банкира Потом один за другим появлялись Шак Риваль, одеты весьма элегантно И Норбер де Варен У этого ворот фрака блестел Натертый длинными до плеч волосами С которых сыпалась перхоть А небреж до завязанных галстук Был далеко не первой свежести С кокетливостью белого красавца Он подошел к госпоже Форесте И поцеловал ей руку Когда он нагнулся Его длинные коспы струйками Разбежались по ее голой руке Наконец вошел сам Форесте И извинился за опоздание Его задержали в редакции В связи с выступлением Мореля Морель, депутат-радикал Только что сделал запрос Министерству по поводу требования кредитов На колонизацию Алжира Кушать подано, объявил слуга Все перешли в столовую Дюруа посадили между госпожой Де Морель и ее дочкой Он опять почувствовал себя неловко Он не умел обращаться с вилкой, ложкой, бокалами И боялся нарушить этикет Впереди поставили четыре бокала Причем один голубоватого цвета Интересно знать, что из него пьют За супом молчали Потом Норбер де Варен спросил Вы читали о процессе Готье? Занятая история И тут все принялись обсуждать этот случай Где к адюльтеру Примешался шантаж Здесь говорили о нем не так Как в семейном кругу говорят О происшествиях, известных по газетам Но как врачи о болезни Как зеленщики об овощах Никто не удивлялся Не выражал воспущение Все с профессиональным любопытством И полным равнодушием к самому преступлению Отыскивали его глубокий тайный причин Пытались выяснить мотивы поступков Определить мозговые явления Вызвавшие драму А сама эта драма Рассматривалась как прямое следствие Особого душевного состояния Которому можно найти научные объяснения Этим исследованием Этими поисками Увлеклись и дамы Точно так же С точки зрения Вестовщиков Торгующих человеческой комедии Построчно Были изучены Истолкованы Осмотрены Хозяйским глазом Со всех сторон Оценены По их Действительной стоимости И другие Текущие события Подобно тому Как лавашники Переворачивают Осматривают И взвешивают свой товар Прежде чем Предложить его покупателям Потом зашла речь Об одной дуэли И тут Джак Риваль Овладел Всеобщим вниманием Это была Его область И никто другой Не смел Касаться Этого предмета Дюра Не решался Вставить слово Прельщенный Округлыми формами Своей соседки Он Время от времени Поглядывал На нее С кончика Ее уха Точные капли воды Скользящие По коже На золотой нитке Свисал бриллиант Каждое его замечание Вызывало У всех улыбку Оно заключало В себе Забавную Милую Всякий раз Неожиданную Шутку Шутку Бедовой Девчонки Ничего не принимающей Близко к сердцу Судящей Обо всем С поверхностным И добродушным Скептицизмом Дюра Старался Придумать Для нее Комплимент Но Так и Не придумал И занялся Дочкой Наливал Ей Вина Передавал Кушанье Словом Ухаживал За ней Девочка Более Строгая Чем Мать Благодарила Его Небреж Топки Вком Головы Важным Тоном И произносила Вы Очень Любестый Сударь И снова С комически Серьезным Видом Принималось Слушать О чем Говорят Взрослые Обед Удался На славу И все Выражали Своё восхищение Вольтер Ел За десятерых И почти Все время Молчал Когда Подносили Новое Блюдо Он смотрел На него Из-под очков Косым Прицеливающимся Взглядом Не отставал От Вольтера И Норбер Деварен По временам Ронявший Капли Соуса На манишку Форесте Улыбающийся И озабоченный За всем И многозначительно Переглядывался С женой Словно Это был Его Растороптый Помощник Словно Они сообща Выполняли Трудную Но Успешно Продвигающуюся Работу Лица Раскраснелись Голоса Становились Кромче Слуга То и дело Шептал На ухо Обедующим Картон Шатоларос Деруа Пришелся По вкусу Картон И он Всякий раз Подставлял Свой бокал Радостное Обыкновенно Приятное Возбуждение Горячей Волной Приливавшей От желудка Голове И растекавшейся По жилам Мало-помалу Захватило Его целиком Для него Наступило Состояние Полного Блаженства Блаженства Поглощавшего Все его Мысли И чувства Блаженства Души И тела Ему Хотелось Говорить Обратить На себя Внимание Хотелось Чтобы его Слушали Чтобы к нему Относились Так же Как К любому Из этих Людей Каждое Слово Которых Подхватывалось Здесь Налету Между тем Общий разговор Который Не прекращался Ни на минуту Нанизывал Одно Суждение На другой И по Самому Ничтожному Поводу Перескакивал С предмета На предмет Наконец Перебрав Все события Дня И попутно Кастувшись Тысячи Других Вопросов Вернулся К широковещательному Выступлению Морреля Относительно Колонизации Алжира Вольтер Отличавшийся Игоревостью Ума И скептическим Вглядом На вещи В перерыве Между двумя Блюдами Отпустил На этот счет Несколько Острых Словетчик Кольстье И сложил Содержание Своей статьи Написанной Для завтрашнего Номера Жак Реваль Указал На необходимость Учредить В колониях Военную власть И предоставить Каждому Офицеру Прослужившему В колониальных Войсках 30 лет Земельный Участок В Алжире Таким путем Вы создадите Деятельное Общество Утверждал он Люди постепенно Узнают И полюбят Эту страну Выучатся Говорить На ее языке И станут Разбираться Во всех Сопутанных Местных делах Которые Обычно Ставят В тупик Демичков Нурбер Деварен Прервал его Да Они будут Знать все Кроме земледелия Они будут Говорить по-арабски Но так и не Научатся Сажать свеклу И сеять хлеб Они будут Весьма Сильны В искусстве Фехтовании И весьма Слабы по части Удобрения Полей Нет Надо широко Открыть Двери В эту новую Страну Всем желающим Для людей С умом Там всегда Найдется место А остальные Погибнут Таков закон Нашего Общества Наступило Молчание Все улыбались Чего там Не достает Так это Хорошие земли С удивлением Прислушиваясь К звуку Собственного Голоса Будто слышал Его впервые Вдруг заговорил Дюро Плодородные Участки Стоят В Алжире Столько же Сколько Во Франции И раскупают Их Парижские Богачи Которые Находят Выгодным Вкладывать В них Капитал Настоящих 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 Во всех Трех Провинциях Норбер Настоящих 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 Черты Настоящих Секреты Настоящих 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 В том же Девочка Сидела Спокойно И чинно Склонив Голову Над тарелкой Лакей Тем временем Снова Обошел Вокруг Стола И налил В голубые Бокалы Иоганас Берг После чего Форесте Поклонившись Вольтер Предложил Тост За Просветание Французской Жизни Все Кланились Патрону Он улыбался Адюра Упоенный Успехом Одним Глотком Осушил Свой Бокал Ему Казалось Что Он мог бы Выпить Целую Бочку Съесть Целого Быка Задушитель Льва Он Ощущал Себе Сверхъестественную Мощь И непреклонную Решимость Он Полон Был Самых Радушных Надежд Он Стал Своим Человеком В этом Обществе Он Завоевал Себе Положение Санял Определенное Место Взгляд Его С небывалой Уверенностью Останавливался На лицах И Наконец Он Осмелился Обратиться К своей Соседке Какие У вас Красивые Серги Сударыня Я Таких Никогда Не Видел Она Обернулась К нему С улыбкой Это Мне Самой Пришло В голову Подвесить Бриллианты Вот так Просто На золотой Нитке Можно Подумать Что Это Росинки Правда Смущенный Собственной Дерзостью Боясь Сказать Глупость Он Пробормотал Прелестные Серьги А Ваше Ушко Способно Только Украсить Их Она Поблагодарила Его Взглядом Одним Из тех Ясных Женских Взглядов Которые Проникают Самое Сердце Дюра Повернул Голову Она смотрела На него Все так же Приветливо Но Как ему Показалось С оттенком Лукавого Задора И поощрения Мужчины Говорили Теперь Все вместе Размахывая Руками И часто Повышая Голос Обсуждался Грандиозный Проект Подземной Железной Дороги Тема Была Исчерпана Лишь К концу Десерта Каждому Нашлось Что сказать О медленности Способов Сообщения В Париже О неудобствах Конок О непорядках В омнибусах И грубости Извозчиков Потом Все перешли В гостиную Пить кофе Дюра Шутки Ради Предложила Руку Девочки Она Величественно Поблагодарила Его И Привстав На цыпочки Просунула Руку Под локоть Своего Кавалера Гостиная Снова Напомнила Ему Оранжерею Во всех Углах Комнаты Высокие Пальмы Изящно Раскинув Листья Тянулись До потолка И взметали Каскадами Свои широкие Вершины По бокам Камина Круглые Как колонны Стволы Каучуковых Деревьев Громоздили Один на другой Продолговатые Темно-зеленые Листья А на фортепьяно Стояли два Каких-то Неведомых Кустика Розовый И белый Круглые Сплошь Покрытые Цветами Они казались Искусственными Неправдоподобными Слишком Красивыми Для Живых Цветов Свежий Воздух Гостиной Был напоен Легким И нежным Благоуханием Несказанным И неуловимым Дюра Почти совсем Оправился От смущения И теперь Он мог Внимательно Отсмотреть Комнату Комната Была Невелика Кроме растений Ничто не поражало В ней Всколяда В ней не было Ничего Особенно Яркого Но в ней Вы чувствовали Себя Как дома Все в ней Располагала К отдыху Дышала Покоем Она Обволакивала Вас Своим Уютом Она Безотчетно Нравилась Она Окутывала Тело Чем-то Мягким Как Ласка Стены Были Обтянуты Старинной Бледно-лиловой Материей Усеядой Желтыми Шелковыми Цветочками Величиною С муху На дверях Висели Портьеры Из серо-голубого Солдатского Сукна На котором Красным Шелком Были вышиты Гвоздики Расставленная Как попала Мебель Разной формы Величины Шезлонги Огромные И совсем Крошечные Кресла Табуреты Пуфы Частью Была обита Шелковой Материей В стиле Ледовика Шестнадцатого Частью Прекрасным Утрехтским Бархатом С гранатовыми Разводами По Желтоватому Полю Господин Дюруа Хотите Кофе Все С той же Дружелюбной Улыбкой Нисходившей С ее Уст Госпожа Форесте Протянула Ему Чашку Да Судар Не Благодарю Вас Дюруа Взял Чашку И пока Он С опаской Наклонившись Над сахарницей Которую Подала Ему Девочка Доставал Серебряными Щипчиками Кусок Сахара Молодая Женщина Успела Шепнуть Ему Поухаживайте За госпожой Вольтер И прежде Чем Он Успел Ей Что-нибудь Ответить Удалилась Он Поспешил Выпить Кофе Так Как Боялся Пролить Его На Ковер И Облегченно Вздохнув Стал Искать Случай Подойти К жене Своего Нового Начальника И завязать С ней Разговор Вдруг Он Заметил Что Госпожа Вольтер Сидевший Далеко От столика Держит В руке Пустую Чашку И видимо Не знает Куда Ее Поставить Дюра Подскочил К ней Разрешите Сударыне Благодарю Вас Он Отнес Чашку И Сейчас же Вернулся Если бы Вы знали Сударыне Сколько Счастливых Мгновений Доставила Мне Французская Жизнь Когда Я был Там В пустыне В самом деле Это единственная Газета Которую Можно Читать За пределами Франции Именно Потому Что Самая Занимательная Самая Остроумная И наиболее Разнообразная Из газет В ней Пишут Обо Всем Госпожа Вольтер Улыбнулась Холодной Своей Учтивости Улыбкой Моему Мужу Стоило Немало Трудов Создать Степ Газеты Отвечающей Современным Требованиям Заметила Она С достоинством И Они Принялись Беседовать Дюра Умел Поддерживать Пошлый И непринужденный Разговор Голос У него Был приятный Взгляд В высшей Степени Обаятельный А в усах Таилось Что-то Неодолимо Влекущее Они Велись Над верхней Губой Красивый Пушистый Пышный Золотистый С рыжеватым Отливом Который Становился Чуть светлее На Топощавшихся Концах Поговорили О Париже И его Окрестностях О берегах Сены О летних Развлечениях О курортах Словом О таких Несложных Вещах О которых Без малейшего Напряжения Можно болтать До бесконечности Когда же К ним подошел Нортберг Деварен С рюмкой Ликера В руке Дюра И скромности Удалился Госпожа Де Морель Окончив беседу С госпожой Форести Подозвала его Итак Вы намерены Попытать Счастье В журналистике Неожиданно Спросила она Он ответил Что-то Неопределенное Насчет Своих Намерений А затем Начал с ней Тот же Разговор Что и С госпожой Вольтер Но теперь Он лучше Владел Предметом И говорил Увереннее Выдавая За свое То что Слышал Недавно От других При этом Он Все время Смотрел Ей В глаза Как бы Желая Придать Глубокий Смысл Каждому Своему Слову Госпожа Дэморель Рассказала Ему В свою очередь Несколько Анекдотов С той Неподдельной Живостью Какая Свойственность Женщин Знающей Что Она Остроумной И желающей Быть Занимательной Становясь Все более Развязной Она Дотрагивалась До его Рукава И болтая А Пусть И как Внезапно Понижала Голос Отчего Их беседа Приобрела Интимный Характер Близость Молодой Женщины Столь Явно Расположенной К нему Волновала Его Томим И желанием Сию же Минуту Доказать Ей Свою Преданность От Кого-то Защитить Ее Обнаружить Перед Ней Свои Лучшие Качества Дюро Каждый раз Медлил С ответом И эти Заминки Свидетельствовали О том Что мысли Его заняты Чем-то Друг Вдруг Без всякого Повода Госпожа Деморель Позвала Ларина И когда Девочка Подошла Сказала Ей Сядь сюда Детка Ты Простудишься У окна Дюро Безумно Захотелось Поцеловать Девочку Словно Что-то От этого Поцелуя Могло Достаться На долю Матери Можно Вас поцеловать Мадемуазель Изысканно Любезный Отечески Ласковым Тоном Спросил он Девочка Посмотрела На него С изумлением Госпожа Деморель Сказала Смеясь Отвечай Сегодня Я вам Разрешаю Сударь Но больше Чтобы этого Не было Дюро Сел И взяв Девочку На руки Прикоснулся Губами К ее Волнистым И мягким Волосам Мать Была Поражена Смотрите Она Не убежала Поразительно Обычно Она позволяет Себе Целовать Только Женщинам Вы Неотразимы Господин Дюро Он Покраснел И молча Принялся Покачивать Девочку На одном Колене Госпожа Форессье Подошла И ахнула От удивления Что я Вижу Ларину Приручили Вот чудеса Жан Криваль Сигарой Во рту Направился К ним И Дюро Боясь Одним Каким Нибудь Словом Сказанным Не в попад Испортить Все дело И сразу Лишиться Всего Что им Было Уже Завоевано Встал И начал Прощаться Он Кланялся Осторожно Пожимал Женские Ручки И энергично Встрекивал Руки Мужчин При этом Он Заметил Что сухая Горячая Рука Жака Ривале Дружески Ответила На его Пожатие Что Влажная Холодная Рука Норбера Деварена Проскользнула У него Между пальцев Что у Вольтера Рука Холодная Вялая Безжизненная И невыразительная А у Форестье Пухлая И теплая Его приятель Шепнул ему Завтра в три часа Не забудь Нет-нет Приду непременно Дюра до того Бурно Переживал Свою радость Что когда Он очутился На лестнице Ему захотелось Бежать с нее И перепрыгивая Через две ступеньки Он спустился вниз Но вдруг На площадке Третьего этажа Увидел В большом зеркале Господина В припрыжку Бежавшего К нему Навстречу И устыдившись Остановился Словно его Поймали На месте Преступления Дюра Посмотрел На себя Долгим Сглядом Затем Придя в восторг От того Что он Такой красавец Любезно Улыбнулся Своему отражению И отвесила Ему на прощание Точно Некое Важное Особие Почтительный Низкий Поклон Глава Третья На улице Жорж Дюра Погрузился В раздумья Он не знал На что решиться Ему хотелось Бродить Без цели По городу Мечтать Строить Планы На будущее Дышать Мягким Ночным Воздухом Но мысль О статьях Вольтера Неотступно Преследовала Его И в конце Концов Он счел За благо Вернуться Домой И немедленно Сесть За работу Скорым Шагом Двинулся Он по кольцу Внешних Бульваров А затем Свернул На улицу Бурсо На которой Он жил Семиэтажный Дом Где он Снимал Комнату Был Населен Двумя Десятками Семей Рабочих И мещан Поднимаясь По лестнице И освещая Восковыми Усеянные очистками Окурками Клочками Бумаги Он вместе С болезненным Отвращением Испытывал Острое желание Вырваться Отсюда И поселиться Там Где живут Богатые люди В чистых Устанных Коврами Комнатах Здесь же Все было Пропитано Тяжелым Запахом Остатков Пищи Отхожих мест И человеческого Жилья Застарелым Запахом Пыли И плесени Запахом Который Никакие Сквозняки Не могли бы Выветрить Из окна Его комнаты Находившейся На шестом Этаже Открывался Вид на Огромную Траншею Западной Железной Дороги Зиявшую Словно Глубокая Пропасть Там Где Кончался Туннель Неподалеку От Ботиньельского Вокзала Зюруа Распахнул Окно И Облокотился На ржавый Железный Подоконник Три Неподвижных Красных Сигнальных Огня Напоминавших Широко раскрытые глаза Неведомого Зверя Горели На дне Этой Темной Ямы За ними Виднелись Другие А там Еще И еще Протяжные И короткие Гудки Ежеминутно Проносились В ночи То близкие То далекие Едва уловимые Долетавшие Со стороны Аньера В их переливах Было что-то Похоже На перекличку Живых голосов Один из них Приближался Его жалобный Вопль Нарастал С каждым Мгновением И вскоре Показался Большой Желтый Фонарь С оглушительным Грохотом Мчавшийся Вперед Дюруа Видел Как длинная Цепь Вагонов Исчезла В пасти Туннеля А ну За работу Сказал он Себе Поставил Лампу На стол И хотел Было сесть Писать Как вдруг Обнаружил Что у него Есть только Почтовая Бумага Что ж Придется Развернуть Лист В ширину И писать Ни одного Факта Ничего Вдруг Ему пришла Мысль Надо Начать С отъезда И он Написал Это было В 1874 Году В середине Мая В то время Когда Обессиленная Франция Отдыхала От потрясения Роковой Годины Тут Дюруа Остановился Он не знал Как связать Это с дальнейшим С отплытием Путешествием Первыми Впечатлениями Минут Десять Спустя Он решился Отложить Вступительную Часть На завтра А пока Приняться За описание Алжира Алжир Город Весь Белый Написал Он Но Дальше Этого Дела Не Пошло Память Вновь Нарисовала Перед ним Красивый Чистенький Городок Ручейками Домов С плоскими Кровлями Сбегающий По склону Горы К морю Но Он Не находил Слов Чтобы Передать Виденное И Пережитое После Долгих Усилий Он Прибавил Часть Его Населения Составляют Арабы Потом Швырнул Перо И встал Из-за Стола На Узкой Железной Кровати На Которой От Тяжести Его Тела Образовалась Впадина Валялось Его Будечное Платье Поношенное Смятое Скомканное Всем Своим Отвратительным Видом Напоминавшее Отрепье Изморга А Шелковый Цилиндр Его Единственный Цилиндр Лежавший Бег Дном На Соломеном Кресле Точно Ждал Чтобы Ему Подали Милостыню На Обоях Серых С Голубыми Букетами Пятен Было Столько Же Сколько Цветов Застарелых Подозрительных Пятен О которых Никто Не мог Сказать Что Это Такое То ли Раздавленные Клопы То ли Капли Масла Не то Следы Пальцев Ширных От Помады Не то Брызги Мыльной Пены Из Умывального Таза Все Отзывалось Унизительной Нищитой Нищитой Парижских И в душе У Дюро Поднялась Злоба На свою Бедность Он почувствовал Необходимость Как можно Скорее Выбраться Отсюда Завтра Погончить С этим Жалким Существованием Внезапно К нему Вернулось Рабочее Настроение И он Сев За стол Опять Начал Подыскивать Такие слова Которые Помогли бы Ему Воссоздать Пленительное Своеобразие Алжира Этого Предверия Африки С ее таинственными Дебрями Африки Кочевых Арабов И безвестных Негритянских Племен Африки Неследованный И манящий Откуда В наши Городские Сады Изредка Попадают Неправдоподобные Будто Явившиеся Из мира Сказок Животые Невиданные Куры Именуемые Страусами Наделенные Божественной Граци Козы Именуемые Газелями Поражающие Своей Уродливостью Жирафы Величавые Верблюды Чудовищные Гиппопотамы Безобразные Носороги И Наконец Страшный Братья Человека Горилы Мысли Рождавшейся У Дюро Не отличались Ясностью Он сумел бы Высказать их Пожалуй Но ему Не удавалось Выразить их До бумаги На висках У него Стучало Руки Были Влажны От пота И Стерз До этой Лихорадкой Бессилия Он Снова Встал Из-за Стола Тут Ему Попался На глаза Счет От прачки Сегодня Вечером Принесенный Швейцарам И Безысходная Тоска Хватила Его Радость Исчезла Вмиг Вместе С верой В себя И надеждой На будущее Конечно Все Кончено Он Ничего Не умеет Делать И с него Ничего Не выйдет Он Казался Себе Человеком Ничтожным Бездарным Обреченным Ненужным Он Опять Подошел К окну Как раз В тот момент Когда Из туннеля С диким Грохотом Неожиданно Вырвался Поезд Путь Его Лежал Через Поля И равнины К морю И Провожая Его Глазами Дюра Вспомнил Своих Родителей Да Поезд Пройдет Мимо Них Всего В нескольких Илье От их Дома Дюруа 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 Представил Себе Этот Маленький Домик На вершине Холма Возвышающегося Над Руаном И над широкой Долиной Сены При въезде В деревню Коунтле Родители Дюруа Держали Маленький Кабачок Корчевню Под вывеской Красивый Вид Куда Жители Руанского Предместия Ходили По воскресеньям Завтракать В расчете На то Что их сын Со временем Станет Важным Господином Они отдали Его в колледж Окончив Курс Но не сдав Экзамена На бакалавра Жорж Дюруа Поступил На военную Службу Он заранее Метил в офицеры Полковники Генералы Но военная Служба Опостылила Ему задолго До окончания Пятилетнего срока И он Стал подумывать О карьере В Париже И вот Отбыв Положенный срок Он приехал Сюда Невзирая На просьбы Родителей Которым Хотелось Теперь Чтобы он Жил у них Под крылышком Раз уж Не суждено Было Осуществиться Их советной Мечте Он Продолжал Верить В свою Звезду Перед ним Смутно Вырисовывалось Его грядущее Торжество Как плод Некого Стечения Обстоятельств Которые Сам же Он конечно И подготовит И которым Не применит Воспользоваться Этот Всегда Уйдет Сухим Вернул Как он Выражался Чашку Свежего Воздуха Дома На Римской Улице Блестевшие В лучах Восходящего Солнца По ту Сторону Широкой Выемки Где проходила Железная Дорога Были точно Выписаны Матовым Светом Направо Чуть Свиднелись Холмы Аржантеля Высоты Сануа И Мельницы Аржемона Окутанные Легкой Голубоватой Дымкой Которая Напоминала Прозрачную Трепещущую Вуаль Наброшенную На горизонт Деруа Залюбовался Открывшейся Перед ним Далью В такой день Как сегодня Там должно быть Чертовски Хорошо Прошептал он Затем Вспомнив Что Надо приниматься За работу И приниматься Немедленно Позвал сына Швейцара Дал ему Десять су И послал В канцелярию Сказать Что он болен Он сел За стол Обмакнул Перо Подперся Рукой И задумался Но все Его усилия Были Напрасны Ему Ничего Не приходило В голову Однако Он Не унывал Не беда Подумал он У меня Просто Нет навыка Этому Надо Научиться Как всякому Ремеслу Кто-нибудь Должен Направить Мои первые Шаги Скажу-ка Я К фористье Он Мне это В десять Минут Поставить На рельсы И он Начал Одеваться Выйдя На улицу Он сообразил Что сейчас Нельзя Идти К приятелю В фористе Наверное Встают Поздно Тогда он Решил Пройтись Не спеша По внешним Бульварам Еще не было Девяти Когда он Вошел В освеженный Утреннюю Поливкой Парк Монсо Он Сел на Скамейку И снова Отдался Своим Мечтам Поодаль Ходил Зад и Вперед Весьма Элегантный Молодой Человек По всей Вероятности Поджидавший Женщину И она Наконец Появилась В шляпе С опущенной Вуалью Торопливым Шагом Подошла К нему Обменялась С ним Быстрым Рукопожатием Потом Взяла Его Под руку И они Удалились Нестерпимая Жажда Любви Охватила Дюруа Жажда Благоуханных Изысканных Утонченных Любовных Переживаний Он Встал И двинулся Дальше Думая Фористье Вот Кому Повезло Он Подошел К подъезду В тот Самый Момент Когда Его Приятель Выходил Из дому А Это Ты Так Рано Что У тебя Такое Дюруа Смущенный Тем Что Встретил Его Уже На Улице Стал Мямлить Да Вот Да Вот Ничего У меня Не выходит Со статьей Со статьей Оболжили Помнишь Которую Мне Заказал Господин Вольтер Это Неудивительно Ведь Я Никогда Не писал Здесь Тоже Нужна Здоровка Как И Во всяком Деле Я Скоро Набью Себе Руку В этом Я Не Сомневаюсь Но Я Не знаю С чего Начать Как Приступить Мысли У меня Много Сколько Года А Выразить Их Мне Не Удается Он Смешался И Умолк Урасти Лукаво Улыбаясь Смотрел На Него Это Мне Знакомо Да Через Это Я Думаю Все Должны Пройти Подхватил Деро Так Вот Я К тебе С просьбой С просьбой Помочь Моему Горю Ты Мне Это В Десять Минут Поставишь На Рейце Покажешь С какой Стороны За Это Браться Это Был Бо Для Меня Великолепный Урок Стилистики А Одному Мне Не Справиться Форю Стив По Прежнему Весело Улыбался Он Хлопнул Своего Старого Товарища По Плечу И Сказал Ступай К Моей Жене Она Это Сделает Не Хуже Меня Я Ее Подотаскал У У Утро Занято А то К Ней В Такой Ранний Час Отлично Можешь Она Уже Встала Сидит У Меня В Кабинете И Приводит В Порядок Мои Заметки Дюра Все Еще Не Решался Войти В Дом Нет Это Невозможно Борис Тев Взял Его За Плечи И Повернув Толкнул Двери Да Иди Ж Сюда Говорят Тебя Иди Я Не Намерен Лезть на четвертый этаж Везти тебя к ней И излагать твою просьбу Наконец Дюра Набрался смелости Ну Спасибо Я Пойду Скажу Что Ты Силой Буквально Силой Заставил Меня Обратиться К ней Да Да Она Тебя Не Съест Будь Спокоен Главное Не Забудь Ровно В три Часа Нет Нет Не Забуду Форест Те С деловым Видом Зашагал По Улице А Дюра Обеспокоенный Тем Как его Примут Стал Медленно Ступенька За ступенькой Подниматься На четвертый Этаж Думая О том С чего Начать Разговор Дверь Отворил Слугам На нем Был синий Фартук В руке Он держал Половую Щетку Господина Форесте Нет Дома Не дожидаясь Вопроса Объявил он Спросите Госпожу Форесте Может ли Она Меня Принять Настаивал Дюра Скажите Что Меня Направил К ней Ее Муж Которого Я Встретил Сейчас На улице Он Стал Ждать Ответа Слуга Вернулся И Отворив Дверь Направо Сказал Госпожа Форесте Ждет Вас Она Сидела В кресле За письменным Столом В небольшой Комнате Стены Которой Были Сплошь Сокрыты Книгами Аккуратно Расставленными На полках Черного Дерева Корешки Всех Цветов Красный Желтый Зеленый Лиловый Голубые Скрашивали И оживляли Однообразные Шеренги Томов Улыбаясь Своей обычной Улыбкой Госпожа Форесте Обернулась И протянула Ему руку Которую Он мог Рассмотреть Чуть Не до плеча Так широк Был рукав Ее Белого Отделанного Кружевами Пеньюара Что так Рано Спросила Она И добавила Это не упрек Это Всего Только вопрос Сударня Пробормотал Он Я не хотел Идти Но ваш муж Которого Я встретил Внизу Заставил Меня Подняться Наверх Мне до того Неловко Что я Даже Не решаюсь Сказать Зачем Я пришел Госпожа Форесте Показала Рукой На стул Садитесь И Рассказывайте В руке У нее Было Гусиное Перо Которое Она Ловко Вертела Двумя Пальцами Перед Ней Лежал Большой Наполовину Исписанный Лист Бумаги Свидетельствовавший О том Что Деруа Помешал Ей Работать Видно Было Что Ей Очень Хорошо За этим Рабочим Столом Что Она Чувствует Себя Здесь Так же Свободно Как в Гостиной Что Она Занята Привычным Делом От ее Пеньюара Исходил Легкий И свежий Аромат Только что Законченного Туалета Деруа Пытался Представить Себе И как Будто Уже Видел Перед Собой Ее Молодое Чистое Сытое Теплое Тело Береждо Прикрываемое Мягкой Тканью Ну Так Скажите В чем Дело Видя Что Деруа Не решается Заговорить Спросила Она Видите Лим Начал Он В замешательстве Право Мне Неудобно Дело В том Что Вчера Я сидел До поздней Ночи И Сегодня С самого Утра Все писал Статью Об Алжире Которую У меня Просил Господин Вольтер Но У меня Ничего Не выходит Я разорвал Все черновики Мне Это дело Незнакомо И я Попросил Форесте На этот раз Прийти мне На помощь Довольная Веселая Польщенная Смеясь Отдушенно Прервала Его Он Он Послал Он Он Сел Взял Перо Положил Перед собой Лист Бумаги И Приготовился Писать Госпожа Форесте Стоя Следила За Всеми Его Движениями Потом Достала Из кармана Папиросу И Закурила Не могу Работать Без Папиросы Сказала Она Итак О чем Вы Намерены Рассказать Деруа Скинул На нее Удивленные Глаза Этого То Я И Не Знаю Потому То Я И Пришел К Вам Ну Хорошо Я Вам Помогу Соус Я Берусь Приготовить Но Мне Необходимо Самое Блюдо Деруа Растерялся Я Хотел Бы Описать Своё Путешествие С Самого Начала Робко Проговорил Он Она Села Против Его По Ту Сторону Большого Стола И Глядя Ему В Глаза Сказала В Таком Случа Пишите Его Спири Во Мне Одной Понимаете Не Торопясь Ничего Не Пропуская А Уж Я Сама Выберу То Что Нужно Деруа Не Знал С чего Начать Тогда Она Стала Расспрашивать Его Как Священник На Исповеди Она Задавала Точно Сформулированные Вопросы И В Памяти Его Всплывали Забытые Подробности Встречи Лица Которые Он Видел Мельком Так Проговорил Он Около Четверти Часа Потом Она Неожиданно Перебила Его А теперь Начнем Представим Себе Что Вы Делитесь Впечатлениями С вашим Другом Это Даст Вам Возможность Болтать Всякий Вздор Попутно Делать Разного Рода Замечания Быть Естественным И Забавным Насколько Нам Это Удастся Пишите Дорогой Анри Ты Хочешь Знать Что Такой Алжир Изволь Ты Это Узнаешь От Ничего Делать Я Решил Посылать Тебе Из Убогой Мазанки В которой Я Обретаюсь Нечто Вроде Дневника Где Буду Описывать Свою Жизнь День За Днем Час За Часом Порой Он Показывается Тебе Грубоватым Что Ведь Ты Не Обязан Показывать Становилось Чтобы Зажечь Потухшую Папиросу И Тихий Скрип Гусиного Пират Тотча Прекратился Давайте Дальше Сказала Она Алжир Это Обширное Французское Владение Расположенное На границе Огромных Неследованных Стран Именуемых Пустыней Сахарой Центральной Африкой И Так Далее Алжир Это Ворота Прекрасные Белые Ворота Необыкновенного Материка Но Сперва Надо До них Добраться А Это Не Всякому Способно Доставить Удовольствие Наездник Я Как тебе Известно Превосходный И Объезжаю Лошадей Для Самого Полковника Однако Можно Быть Хорошим Кавалеристом И Плохим Моряком Это Я Проверил На Опыте Помнишь Литые Полкового Врача Сембретта Которого Мы Прозвали Доктором Блево Когда Нам Досперти Хотелось Отдохнуть Сутки В госпитале В этой Земле Обетованной Мы Отправились К нему На прием Как Сейчас Вижу Его Красные Штаны Его Жирные Ляжки Вот Он Сидит До Стуля Расставив Ноги Упираясь Кулаками В колени Руки Дугой Локти На Отлете Вращает Круглыми Рачьими Глазами И Покусывает Седые Усы Помнишь Его Предписание У этого Солдата Расстройство Желудка Дать ему Рвотта В номер Три По моему Рецепту Затем 12 часов Полного Покоя И Он Выздоровеет Рвотта Это Представляло Собой Сильно Действующее Магическое Средство Мы Все же Принимали Его Другого Выхода Не было Зато Потом Отведав Снадобью Доктора Блево Мы Наслаждались Вполне Заслуженным 12-часовым Отдыхом Так вот Милый мой Чтобы попасть В Африку Приходится В течение 40 часов Испытывать На себе Действие Другого Столь же Могущественного Рвотного Составленного По рецепту Трансатлантической Пароходной Компании Госпожа Фористье Потирала Руки От удовольствия Она Встала Закурила Вторую Папиросу А затем Снова Начала Диктовать Расхаживая По комнате И выпуская Сквозь Маленькие Круглые Отверстия Между Сжатыми Губами Струйки Дыма Которые Сперва Поднимались Столбиками Но постепенно Расползались Расплывались Кое-где Оставляя Прозрачные Хлопья Туман Расплывались 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 Позадача Расплывались Расплывались Старого Товарища Был сконфужен И точно Сделал Какой-то Досадный Промах На улице Ему Почему-то Стало Грустно Тоскливо Не по себе Он шел Наугад Стараясь Постичь Откуда Взялась Эта внезапная Смутная Тоска Он не находил Ей Объяснения Но В памяти Его Все время Вставало Строгое Лицо Графа Дево Дрека Уже Немолодого Седоволосого С надменным И спокойным Скалядом Очень богатого Знающего себе Цену Господина Наконец Он понял Что именно Появление Этого Незнакомца Нарушившего Милую беседу С госпожей Пористец Который Он уже Чувствовал Себя Так просто И Породило В нем То Ощущение Холода И безнадежности Какое Порой Вызывает Во нас Чужое Горе Кем-нибудь Не взначай Оброненное Слово Любой Пустяк И еще Показалось ему Что этот Человек Тоже Почему-то Был неприятно Удивлен Среди Его У госпожи Пористец До трех Часов Ему Нечего Было Делать А еще Не пробило Двенадцати В кармане У него Оставалось Шесть Половины Франков И он Отправился Завтракать К Дювалю Завтракать К Дювалю В Париже Со времен Второй Империи Существовала Большая Сеть Дешевых Столовых Организованных Кухмистером Дювалем Затем Побродил По бульварам И ровно В три часа Поднялся По параде Лестницы В редакцию Французской жизни Рассильно Искрестив Руки В ожидании Поручений Сидели На скамейке А за Конторки Похожие На кафедру Разбирал Только что Полученную Почту Швейцар Эта Безупречная Мизансцена Должна Была Производить Впечатление На посетителей Служащие Держали себя С достоинством Шиком Как подобает Держать себя В прихожей Влиятельной Газеты Каждый Из них Поражал Ходячего Величественностью Свои осанки И позы Можно видеть Господина Вольтера Спросил Дюро У господина Издателя Совещания Ответил Швейцар Будьте Лебязны Подождать И указал На переполненную Приемную Тут были Важные Сыновитые Господа Увешаны Орденами И бедодетые Люди В застегнутых Довиху Сертукак Тщательно Закрывавших Сорочку И усеянных Пятнами Которые Своими Очертаниями Напоминали Материки И моря На географических Картах Среди ожидающих Находились Три дамы Одна из них Хорошенькая Улыбающаяся Нарядная Имела вид Кокотки В ее соседке Женщине С морщинистым Трагическим Лицом Одетой Скромной Хотя и столь же Нарядно Было что-то От бывшей Актрисы Что-то Искусственное Ижитое Пахнувшее Прогорклой Любовью Поддельной Линялой Молодостью Третья Женщина Носившая Траур В позе Неутешной Вдовы Сидела в углу Дюра Решил Что Она явилась Просить Пособия Прием Все еще Не начинался Хотя Прошло более Двадцати Минут Дюра Вдруг осенило И он опять Подошел К Швейцару Господин Вольтер Назначил Мне прийти В три часа Сказал он Посмотрите На всякий случай Нет ли тут Моего друга Фористье Его сейчас Привели По длинному Коридору В большой зал Где четыре Господина Что-то писали Расположившись За широким Зеленым столом Фористье Стоя у камина Курил папиросу И играл в бельбоке Играл он Отлично И каждый раз Насаживал громадный Шар из желтого Букса На маленький Деревянный Гвоздик Двадцать Два Двадцать Три Двадцать Четыре Двадцать Пять Считал он Двадцать Шесть Сказал Дюра Фористье Не прерывая Размеренных взмахов Руки Взглянул на него А это ты Вчера я выебил Пятьдесят Семь подряд После Сен-Потена Я здесь Самый сильный Игрок Ты видел патрона Нет ничего Уморительнее Этой старой Крысы Норбера Когда он Играет в бельбоке Он так Разевает рот Словно хочет Проглотить шар Один из сотрудников Обратился к нему Слушай Фористье Я знаю Где продается Великолепное Бельбоке Черного дерева Говорят Оно принадлежало Испанской королеве Просит Шестьдесят Франков Это недорого Где это? Спросил Фористье Промахнувшись На тридцать седьмом Утаре Он открыл шкаф И в этом шкафу Дюруа Увидел штук Двадцать Изумительных Бельбоке Перенумерованных Расставленных В строгом порядке Словно диковинной Безделушке В какой-нибудь Коллекции Фористье Поставил Своё Бельбоке На месте И ещё раз Спросил Где же Обретается Эта драгоценность У барышника Который Продает Билеты В Адивиль Ответил Журналист Могу тебе Завтра Принести Если хочешь Принеси Если хорошее Я возьму Лишнее Бельбоке Никогда Не помешает Затем Он обратился К Дюруа Пойдём со мной Я проведу Тебя к патрону А то Проторчишь Тут до семи вечера В приёмной Все сидели На прежних местах Увидев Фористье Молодая Женщина и старая актриса Поспешно встали И подошли к нему Фористье По очереди Отводил их к окну И хотя все трое Старались говорить стих И Дюруа Заметил Что он И то И другой Говорил ты Наконец Фористье И Дюруа Вошли В кабинет Издателя Куда вела Двойная Обитая дверь Под видом Совещания Вольтер И кое-кто Из тех господ В цилиндрах С плоскими полями Которых Дюруа Видел накануне Уже целый час Играли В Акарте Напряженное Внимание С каким издатель Рассматривал Свои карты И вкратчивость Его движения Составляли Контраст С той Ловкостью Гибкостью Граци И опытного Игрока С какой Билл Сдавал Манипулировал Легкими Цветными Листиками Картона Его портер Норберт Деварен Писал Статью Сидя в кресле В котором Обычно Сидел издатель А Жак Реваль Растянулся Во весь Рост на диване И зажмурив Глаза Курил сигару Смертый воздух Кабинет Был пробитан Запахом Кожаных кресел Въедливым Запахом Табачного Дыма И типографской Краски Специфическим Запахом Редакции Хорошо знакомым Каждому Журналисту На столе Черного Дерева С медными Инкрустациями Выселось Чудовищные Груды Писем Визитных Карточек Считов Журналов Газет И всевозможных Печатных Изданий Росте Молча Пожал руку Зрителям Которые Стоя за стульями Партнеров Держали между Собой Пари И принялся Следить за Игрой Как только Вольтер Выиграл партию Он обратился К нему Вот мой Друг Дюра Принесли Статью Бросив на Молодого Человека Быстрый взгляд Поверх очков Спросил Издатель Это было бы Весьма Кстати Именно сегодня Пока еще Идут преди До запроса Мореля Дюра Вынул из кармана В четверо Сложенные Листки Вот Пожалуйста Лицо Патрона Вырезало Удовольствие Отлично Отлично Улыбаясь Сказал он Выдержите Слово Надо мне Это просмотреть Воресте А не стоит Господин Вольтер Поспешил Ответить Воресте Мы с ним Писали Вместе Надо было Показать ему Как это Делается Получилась Очень хорошая Стоя Ну и Прекрасно Равнодушно Заметил Издатель Разбирая Карты Которые Сдавал Высокий Кудой Господин Депутат Левого центра Однако Воресте Не отдал Вольтеру Начать Новую партию Вы Обещали Мне Взять Деруа На место Марамбо Нагнувшись К самому Его уху Шепнул Он Разрешите Принять Его На тех Ж Условиях Да Конечно Игра Возобновилась И журналист Взяв Своего Приятеля Под руку Повел Его К выходу Норберт Деварен Не понял Головы По-видимому Он не заметил Или Норочитый Крепко Пожал ему Руку С подчеркнутой Благожелательностью Прекрасного Товарища На которого Можно положиться Во всех Случаах Жизни Когда Форесте Деруа Снова Появились Приемные Посетители Впились В ней Глазами И журналист Громко Чтобы Не слышали Все Сказал Обращаясь К самой Молодой Женщин Издатель Примет Вас Очень скоро У него Свещание С двумя Членами Бюджетной Комиссии Сочным видом Как будто Его ожидали Дела Государственной Важности Вернувшись В редакционный Зал Форесте Точи же Взялся За Бельбоке И Прерывая Свою речь Счетом Ударов Заговорил Так вот Ты будешь Приходить Сюда Ежедневно К трем Часам Я буду Посылать Тебя За Информацией И ты Будешь Ее добывать Иногда Днем Иногда Вечером Иногда Утром Раз Прежде Всего Я дам тебе Рекомендательное Письмо К начальнику Пьевого Отдела Полицейской Префектуры Два А он Направит тебя К одному Из своих Подчиненных С ним Ты Условишься О получении Всех Важных Сведений Три Сведений Официального И само собой Разумеется Полуофициального Характера Подробности Можешь узнать У Сен-Потена Он В курсе Делать Четыре Дождись Его Или Говори С ним Завтра Главное Научись Вытягивать Из людей Которым Я буду Тебя Посылать Все Что Возможно Пять И пролезать Всюду Даже Через Закрытые Двери Шесть За это Ты будешь Получать 200 франков В месяц Жалования И по Два Су За строчку Интересной Хроники Которую Ты сумеешь Доставить Семь Кроме Того По заказу Редакции Ты будешь Писать Разные Статеги Тоже По Два Су За строчку Восемь Затем Он Весь Ушел В свою Игру И Медленно Продолжал Считать Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать На Четырнадцатом Журналист Промахнулся Опять Тринадцать Черт Бо Его Побрал Проворчал Он Проклятое Число Вечно Оно Приносит Мне Несчастье И Умру То Я Наверное Тринадцатого Один Из сотрудников Конча В работу Вынул из шкафа Свою Бильбоке Ему Было Тридцать Пять Лет Но Крошечный Рост Сделал Его Похожим На Ребенка Потом Вошли Еще Журналисты И Каждый Из Взял По Игрушки Вскоре Играло Уже Шестеро Они Стояли Рядом Спиной К стене И Одинаковым Мерным Движением Подбрасывали Шары Прервав Работу Предложили Свои Услуги В качестве Судей Користье Выбил На Одиннадцать Очков Больше Других Человек Похожий На Ребенка Проиграл Он Позвонил Рассыльному И Когда тот Явился Сказал ему Девять Кружек Пива В ожидании Прохладительного Все Опять Приняли За Игру Тюра Выбив Со Своими Новыми Сослуживцами Пива Спросил Кори Что Я Должен Делать Сегодня Ты Свободен Ответил Тот Если Хочешь Можешь Идти А Наша Наша Статья Пойдет Сегодня Вечером Да Корректуру Я Выправлю Сам Не Беспокойся Приготовь К завтрашнему Дню Продолжение И Приходи В три Часа Как Сегодня Дюра Побращался Со Всеми Этими Людьми За Руку Хотя И Не Знал Даже Как Их Зовут А Затем Ликующий И Счастливый Спустился Вниз По Роскошной Лестнице